Всем привет! Вы на канале PUMS, с вами Пётр. И сегодня мы распаковываем градостроительную настольную игру Пригород в девичестве Субурбия. Это второе издание игры. Игра от одного до четырёх человек, примерно 90 минут. Ну и написано, что с 14 лет. Это мы проверим. В составе игры есть крутые органайзеры от фирмы Game Trace. 70 жетонов монет, куча жетонов, сотня жетонов построек. Ну и многое-многое другое. Сейчас посмотрим поближе. Это у нас в коллекции, получается, первая градостроительная игра. Очень хотелось этот жанр в настолках попробовать. На коробке даже написано, что это очень похоже на SimCity. Плотный картон упаковочный, куча панчбордов. Посмотрим поближе. Это, видимо, для игроков с подсказкой. Круглые жетоны. Ну, картон обычный. Не подлён. Но всё выдавливается хорошо. И сделано по центру. Центровка нормальная. Тоже неплохо. Вот такие вот тайлы будут выкладываться. Это закрытая часть. Это открытая. Так, сейчас часть выдавлю. Потом покажу, как это всё выкладывается в места хранения. Так. Сдавод для четверых. Цвета жёлтый, красно-чёрный и фиолетовый. Отдельно вначале про состав игры. Четыре памятки. Вот это как раз там. То, что я и говорил. И планшеты округов. Подготовка к игре расписана. Это у нас счётчик, как я понимаю. Счётчики населения. Шесть, семь. Одиночный вариант игры. И кто-то тестировал игру и развивал её. Всего шесть. Шесть страниц правил. Стандартная. Ей седьмая страница для одиночной игры. Это не может не радовать. Видимо, это памятка по жетонам. Что они обозначают? Жетоны А, жетоны Б, жетоны С. И цели. Какие есть в игре. Так, смотрим поближе. Вот такие вот жетоны. Посмотрим, модный ресторан. Что там? Круглосуточный магазин. С другой стороны похоже. Всё так. Здесь у нас тоже по нулю. Ферма. Ну, рисовка приятная. Автомагистраль. Свалка. Ассоциация домовладельцев. Трейлерный парк. Монетный двор. Так, канцелярский магазин. Что тут ещё у нас есть из нового? Так, есть бизнес-центр. Есть водонапорная станция. Парковка. Муниципальный аэропорт. Внутренний аэропорт. Начальная школа. Замок фон Олспач. Так, здесь всё. С этой стороны вот так. Здесь у нас казино, жилые комплексы, заправки, администрация, музей, почтовое отделение, кинотеатры и дома престарелых и электростанции. Это у нас здесь мини-гостиницы, стадионы, небоскрёб, бутик, кондоминиумы, старшая школа, многоквартирные дома, завод электроники, склад, транспортная компания. Здесь у нас отели, экологический центр, автосалон, завод по переработке, университет, курортный комплекс, рекламное агентство. Так, а тут у нас пригород. Самый пригород, парки и комбинаты. Это у нас получается таким способом укладывающийся подсчёт населения. Интересно сделано. Травилька с этой стороны. Однотонная. А здесь смогли, ребята, сделать чётко. Размер, но в целом, да, неплохо. Достойный вариант. И здесь у нас ещё тоже части, даже не знаю, для победных, видимо, то ли мячков, то ли для чего, тоже соединяется таким способом. Так, интересное решение. Пенопластовая штука, что, видимо, ничего не ездила. Это у нас планшет округов, то есть четыре игрока, четыре таких планшета. И они есть по доходу, а, но есть сверху, когда строишь, вот сюда строишь свой род. И можно город построить вот так, что это будет внизу. И вот так тоже укладываешь свои, кому как больше нравится. И что у нас тут есть, башня первого игрока. Вот такая, деревянная полностью, из дерева сделанная, приличная. Кубики, видимо, которые мы выкладываем как раз свою репутацию, деревянные. Потом какие-то бочонки, тоже, видимо, как фишки игроков. Здесь, наверное, ездят, да. Репутация сюда выкладывается. У каждого на своем планшете. И микромиплики. Трямо вообще крошечные. Худенькие миплы. Так. Из плотного пластика выложено. Можно прямо на стол выкладывать. Смотно. Закрываться должен так. Не снимается просто. Все равно никак не прижимается. И вот это, видимо, для монеты, для маленьких вещей. Здесь вот так все равно. Сейчас все разложу и покажу на видео, как будет в собранном, в собранном, разобранном виде все это лежать. Видно, здесь надпись в субурбии. И даже нарисован городок. Ну, Game Trace. А это название игры, компании, которая создала игру. Не знаю, как считается правильно. Без Айргеймс, наверное, как-то так. Вот так выглядит коробка игры, если все плотно в нее уложить. Сверху состав игры и памятка по жетонам. Здесь разнообразные планшеты. Внизу жетончики. Фишка первого игрока. Монетки. Здесь тоже монеты. Здесь для героев части. Сверху это подсказки. Вот так прямо выдвигается. Что так берешь. И здесь все, что связано со строительством. Поделено по разным этапам игры. То есть есть А, вот это общие, это Б и это Ц. И здесь цели. Спасибо, что смотрели. Всем счастливо. Пока-пока.